Современная мудрость гласит, что при нынешних налогах жениться можно и по любви. Собственно, из-за долгов по налогам более 6 миллионов граждан России могут получить запрет на выезд за границу. По российским законам, выезжать за пределы страны не могут те, чей долг по банковским кредитам за услуги ЖКХ по налогам, штрафам и алиментам превышает 10 тысяч рублей. По подсчетам аналитиков, в России около 8 миллионов должников. Из них у 80% долг превышает 10 тысяч рублей. Наибольшее число невыездных может быть в Свердловской области. Меньше всего невыездных в Чечне, но там низкая кредитная активность. В первом квартале 2015 года задолженность россиян перед банками превысила 10 триллионов рублей. Из них 3,5 триллиона рублей приходится на ипотеку, больше 6 триллионов на необеспеченные потребительские кредиты. С 1 июля по новому закону можно продлить действие полиса ОСАГО, заполнив электронное заявление на сайте страховщика. Вот только страховщики к этому не готовы. Из 99 страховщиков в РСА заявки на электронную автогражданку подали только 22, а многие страховщики даже заявку не подадут. Дело вот в чем. Электронная ОСАГО – дело сугубо добровольное. Для клиента, конечно, удобно, поскольку упрощается процедура, не надо ехать лично, ждать в очередях и отбиваться от навязываемых услуг. А это уже не нравится страховщикам. Столько денег уходит мимо карманов, а человека обмануть проще, чем компьютер. В Греции снижаются внутренние цены и специалисты туриндустрии чуть ли не в один голос рекомендуют ехать туда отдыхать. Все из-за того, что для жителей Эллады банки ограничили выдачу наличной валюты и ограничили банковские операции. Поэтому все предприятия и частный бизнес стремятся заработать наличные и готовы ради этого идти на большие уступки. Пока туристов не коснулись банковские правила, но лучше брать с собой больше наличных. Так, от греха подальше. Отмечается, кстати, что спрос на путевки в Грецию по-прежнему стабильной. А на сегодня это все. Хороших выходных!